Бюргергельд Бюргергельд Получает в среднем Зарплату Чистыми на руки 1700-1800 Ну максим, давайте округлим 2000 Из этих 2000, семья из 4 человек Допустим работает Только 1 человек Из этих 2000, семья из 4 человек Должна оплатить Квартплату примерно 700-800 А то и 900 евро в месяц Плюс оплата за телефон, оплата за телевизор, плюс продукты одно, другое, третье Что у них остается в конце месяца? Ну, едва ли 200-300 евро, которые можно попытаться отложить Но не забывайте о том, что нужно еще тратить деньги на покупку одежды, обуви и так далее Семья беженцев, сидящая на вот этом социале, на бюргергельд, в месяц получает чистыми на 4-х человек 2200, а то и 2400 евро Плюс они получают, не получают, а за них государство платит коммунальные услуги за квартиру То есть, если их квартира стоит в месяц 800 или 900 евро, им незачем вообще беспокоиться об этом Государство за них платит То есть, чистыми они на руки получают 2 200-2 300 и живут вольготно Плюс государство за них платит еще за телефон, за этих беженцев и за телевизор У нас вот за телевизор в квартал 55 евро Есть такой государственный налог Вот, и потом, сейчас уже сделали у нас тут, ввели вот эту вот карту Карта оплаты, бецаль карта называется Я как-то говорил у себя на канале, вот эту тему поднимал О том, что хотят ввести карточки вместо выдачи наличных на руки Значит, по этой карте начисляется людям около 300-400 евро в месяц С этой картой они могут ходить по магазинам, покупать продукты, питание, ну, товары первой необходимости Снимать деньги с этой карты они не имеют права То есть, эту карту обналичить никак нельзя Эта карта не принадлежит никакому банку, никакой сберкассе То есть, когда в конце месяца у него заканчиваются деньги на этой карте Он приходит в этот социаламп и ему через вот этот магнитный этот аппарат Танк-генератор или как он называется Начисляют очередную сумму на эту карту Очень многие беженцы, особенно вот эти вот африканцы После того, когда начали им выдавать здесь вот эти вот бецаль-карты Решили бросить все на свете и уехать обратно в свои страны То есть, по факту получается, что Весь мир знает, что Германия, как паровоз, дизельный локомотив Тянет за собой всю Европу в экономическом и социальном уровнях Все знают, что в Германии очень высокий социал И беженцы вот эти вот африканские, там ливийские, иранские, сирийские Они все бегут сюда в надежде на то, что им будут давать деньги в наличке Очень многие этим пользуются Но, увы, сейчас для них эта лавочка закрыта Вернее, закрывается уже постепенно И причем зажимают хорошо со всех сторон В конечном итоге, многие из этих беженцев просто-напросто покидают Германию Уже действительно по новостям говорят, что только за последний месяц Несколько тысяч беженцев просто так уехали из Германии Потому что они не хотят, чтобы им выдавали эту бецаль-карту Им хотелось бы, чтобы им давали наличные деньги Вот и все Вот вам смысл беженцев из Африки Они прибегают сюда для того, чтобы нигде не работать, а только получать денежки Ну а кто так не хочет? Все б так хотели, конечно, но видишь, такое вот дело Ну а украинские беженцы, которые здесь живут Им просто-напросто предложили с прошлого года Ходить на курсы языковые Заканчивать эти курсы После курсов Или идти переквалифицироваться по своей профессии На кого-нибудь другого Или же Идти работать Если они отказываются от работы Им срезают социал в половину Если они опять отказываются Следующего предложения Им срезают еще 30% В конечном итоге доходит до того, что если они трижды отказываются от предложений Арбайзамта Которые им предлагают, чтобы они устроились где-то на работу Им срезают социал совсем То есть эти люди вынуждены потом жить на те деньги Которые выручат с продажи своих Мазерати, Тесл, Ягуаров Или еще какой-то другой фигни Вот такие вот дела Всем удачи, пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok